Достигай Израиль и весь мир Баруха Шем, возлюбленное, благословенно имя Господа. Меня зовут Травин Кёрдж-Шнайдер, а это моя жена. Я рад, что мы делаем это вместе. Сегодня прекрасный день, мы будем говорить о пути к Господу и о том, что Он всего один, через нашего посредника Иисуса. Многие люди не знают, но идея о посреднике берет свое начало еще в Ветхом Завете. Мне нравится наша сегодняшняя тема и то, как она раскрывает путь к Небесному Отцу, к нашему Богу. Наш посредник только один. Когда ты говорил, я вспомнил одну игру, в которую мы играли в школе. Дети становились в круг, и кто-то один шептал на ухо другому какое-то слово, а тот шептал это слово следующему и так далее. И когда слово доходило до последнего человека в кругу, оно было уже совершенно другим. Я подумал об этом в отношении того, что ты сказала, потому что в Торе всегда присутствовал посредник. Моисей был посредником, левиты были посредниками, но сегодня нас учат тому, что нам не нужен посредник. Мы можем приходить прямо к Богу, но сегодня мы покажем вам, что Иисус является посредником между Богом и человеком. И от самого начала Бог показывал нам, что человеку всегда нужен посредник. Бог настолько большой, что кому-то нужно быть посредником между человеком и Богом. И этот посредник – Бог и человек Иисус Христос. Приятного просмотра! Сегодня мы продолжаем серию программ о том, как Иисус выполняет библейский иудаизм. Это уже третий сезон. Так много уже было сказано на эту тему. Я рекомендую вам пересмотреть все прошлые выпуски этой серии, потому что понимание этой, основополагающей истины, поможет вам лучше понять Библию. А еще мы говорили о плане спасения. И вы уже знаете, что способ, которым евреи спасались, в еврейской Библии, полностью совпадает с тем, как люди спасаются сегодня. Часто в церкви говорят, что израилетяне спасались через соблюдение закона. Но вы должны знать, что это не так. Израилетяне были спасены, потому что Бог решил полюбить их. Он освободил их, благодаря их вере, и покрыл их грехи, кровью жертв, которые каждый год приносились во святое святых в храме. Это те же основания, которые мы видим в Брихадаша или в Новом Завете. Мы спасены по благодати. Иисус сказал, не вы избрали меня, а я избрал вас. Мы спасены верой и по благодати. Это послание Ефесианам, 2 глава, 8 стих. Мы спасены основательно, потому что Иисус пролил за нас свою кровь, очистил нас от наших грехов и удалил их своей жертвой. Таким же образом спасались израилетяне, когда священник приносил кровь быков и козлов во святое святых в Скинии или в храме. Эту кровь животных выливали на ковчег Завета, где лежали 10 заповедей. И когда Господь видел кровь, Он говорил, «Жизнь плоти в крови, а кровь на жертвеннике — это искупление за ваши грехи». Именно благодаря жизни, которая есть в крови, кровь может искупиться. Итак, принципы спасения Ветхого Завета исполнились в Новом Завете. Мы спасены по благодати, по Божьему суверенному решению. Во-вторых, по вере. Бог вложил веру в Своих избранных людей. Затем Он привел их к Иисусу, который покрыл и удалил их грехи Своей кровью. Так я показал вам, как Иисус исполнил библейский иудаизм. Он единственный, кто сделал это. Именно поэтому я могу уверенно и радостно стоять среди других евреев, которые отвергают Иисуса. Читая Тору, я вижу, что единственным, кто исполнил Тору, был Иисус. Для того, чтобы следовать Торе, нам нужно, чтобы вернулся храм, чтобы приносились жертвы и чтобы продолжали функционировать священники. Но когда римляне разрушили храм в 70-м году нашей эры, священники разбежались, жертвы больше не приносились, и еврейский народ больше не мог поклоняться Богу так, как указано в Торе. Никакого храма, никаких жертв, никаких священников. А это три главных столпа иудаизма. Но Иисус, слава Богу, все это выполнил. Вот почему мы читаем, что вскоре после смерти Иисуса, завеса, которая отделяла святое от святого святых, где проводилась процедура искупления. На емке Пур священник брал кровь и выливал ее на ковчег Завета. Но вскоре после смерти Иисуса, каким-то таинственным образом, завеса, отделявшая святое от святого святых, разорвалась. Так Бог показал, что состоялось полное и окончательное искупление. Обо всем этом я уже говорил в прошлом выпуске. А сегодня я хотел бы перейти к следующему столпу спасения. Мы поговорим о принципе посредничества. Часто люди говорят мне, «Мне не нужен Иисус, я иду прямо к Богу». В основном это говорят евреи. Нам не нужен посредник, мы идем прямо к Богу. Но со всей любовью я хотел бы сказать, что в Торе все же есть принцип посредничества. Например, только Моисей поднимался на гору, потому что израилетяне сказали, что не хотят слышать голос Бога. Поэтому именно Моисей поднялся на гору и получил 10 заповедей. А когда он спустился с горы, Бог хотел уничтожить Израиля, но Моисей молился за них. Он ходатайствовал за израилетян, то есть стал их посредником. А затем Господь назначил левитов, чтобы они были священниками и посредниками. В древнем Израиле каждая семья не могла сама приносить свои жертвы Богу. Они должны были приносить их в храм, где священники и левиты приносили эти жертвы от их имени. Получается, что священники были посредниками между Богом Израиля и его народом. То есть посредники были всегда. И мы твердо заявляем, что Иисус стал посредником между Богом и человеком. И я хочу показать вам это в Священном Писании. Об этом говорится в Первом Послании к Тимофею, Второй главе. Это пятый и шестой стихи. Что я пытаюсь сказать этими словами? Что путь ко спасению, показанный в Торе, в примитивной форме, доведен до совершенства в Господе Иисусе Христе, который стал не только посредником, но и жертвой за грехи. Итак, сейчас мы открываем Первое Послание к Тимофею, Вторую главу, пятой и шестой стихи. Трава сохнет, цветы вянут, а Слово Господа пребывает вовеки. Послушайте Слово Божие. Бог един, один и посредник между Богом и человеком. Это человек Иисус Христос. Он отдал самого себя как выкуп за всех людей. Он — свидетельство Бога миру, данное в свое время. В Торе левиты, которые были посредниками, приносили в жертву кровь быков, козлов и агнцев. Но Иешуа стал не только посредником, не только тем, кто молится и ходатайствует за нас, не только тем, кто приносит жертвы, но и Сам стал жертвой, принеся Свою собственную кровь за всех нас. Иешуа Хамашех стал совершенным и окончательным посредником между Богом и человеком. И другого больше уже никогда не будет. Есть только одно имя, которым мы можем спастись, и это имя Иисуса. Перед Ним склонится всякое колено, и каждый язык будет исповедовать, что Иешуа Хамашех — Господь во славу Бога Отца. Итак, принцип посредничества был впервые представлен в Торе. Мы видели, как Моисей поднимался на гору от имени всего народа, молился за них, чтобы они не были уничтожены, а кульминацией были левиты, которые совершали все жертвоприношения от имени израильского народа. Я повторюсь, что левиты не только приносили жертвы и были посредниками между Богом и его народом Израилем, но еще и полагалось наказание тому, кто выполнял работу левита, но при этом не был левитом. Итак, мы видим принцип посредничества в Торе повсюду. Вскоре я к вам вернусь. Это именно то, что нужно многим из нас. Нам нужно откровение о Христе, о Христе в нас. За кафедрой я рассказываю то, что происходит в моей жизни. Именно поэтому я говорю людям, что нам нужно еще больше познавать Бога, потому что Павел сказал, что тайна Евангелия — это Христос в вас, надежда славы. Я начал говорить об этой тайне, а во время молитвы мы ожидали действия Святого Духа и проявлений той истины, что Христос в нас — это надежда славы. И подтверждение пришло. Ровно неделю назад умерла моя мама. Я не могла плакать. Я чувствовала бремя в разуме и в сердце. Мне было очень тяжело. Я даже не хотела идти в церковь, но меня привели мои соседи. Когда Ревенкёрт начал молиться, я почувствовала, как что-то льется мне на голову, как вода. Эта вода убрала бремя из моего сердца, и пришла радость. Я поняла, что теперь в моём сердце радость от Господа. Теперь я счастлива, потому что я понимаю, что сейчас моя мама с Господом, и теперь счастье переполняет меня. Я радуюсь в моём Господе. Я считаю, что эти принципы очень важны для нас. Когда мы видим, как Иисус исполнил библейский иудаизм, то откровение, которое Бог дал израилетянам в Торе, то это придаёт уверенность нашей с вами вере в Него. Многих сейчас одолевают сомнения. Люди думают, я вырос в Америке, в христианской культуре, и, может, я верю так, потому что вырос в такой культуре? Может, я верю в Иисуса лишь потому, что я вырос в церкви? Может, если бы я родился в другой стране, с другой религией, то я бы поклонялся Богу иначе? Их терзают сомнения, потому что они не убеждены, что Иисус — это единственный путь. А понимание того, что Иисус исполнил все принципы спасения, изложенные в Торе, укрепляет нашу веру и помогает нам выстоять. Но Иисус сказал, «Я и сам путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Высказывания Иисуса исключительно правдивы. Многих людей так беспокоят, чтобы их не обманули, что они не верят в слова Иисуса, записанные в Библии. Многие думают так, «Я верю в Иисуса, а если вы верите в какой-то другой путь к Богу, то это не страшно». Но если вы называете себя христианином и при этом считаете, что к Богу можно прийти еще каким-то путем, кроме как через Иешуа, то вы не совсем понимаете, кто такой Иешуа. Писание говорит, «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, потому что только Иисус заплатил за грехи человечества». Об этом я говорил в предыдущих выпусках, когда мы говорили о принципе покрытия кровью. Израильтяне имели спасение только благодаря этому покрытию крови, которое приносилось за них ежегодно. «Эта кровь приносилась на Йом-Кипур. Именно кровь на косяках дверей спасла их на Пасху». Если мы с вами не понимаем, что только Иисус является посредником между Богом и человеком, то значит у нас нет откровения о том, кто такой Иисус. То есть мы не настоящие христиане. Я сомневаюсь, спасение человека, если он не понимает эксклюзивности Иисуса и Его слов, и не стоит на этих словах. Например, Иисус сказал, что все, кто записан в книге жизни Агнца, спасены. Если ваше имя не записано в этой книге, то вы не можете быть спасены. А что же это означает? А означает это, что мы принадлежим Иисусу. Его кровь заплатила за наши грехи. А поскольку мы приняли от Него дар вечной жизни и дар прощения, который доступен только благодаря Его крови и Его заступничеству за нас перед Отцом, то это означает, что наши имена записаны в книге жизни Агнца. А те, кто не принял Иисуса, их имена не записаны в книге жизни. В Библии говорится о Белом престоле. Прямо перед тем, как человек будет брошен в озеро Огненное или отправится на небо, будут открыты какие-то книги. В одной книге будут записаны имена тех, кто принадлежит Агнцу. Кто такой Агнец? Агнец всего один. Это Иешуа. Агнец Божий, который взял на себя все грехи мира. Итак, в одной книге записаны имена тех, кто принадлежит Агнцу, кто записан в книге жизни Агнца, а в другой книге имена тех, кого нет в книге жизни Агнца. Библия говорит, что их будут судить по их делам, но никто не попадет на небо за свои дела. Помните, как в 6 главе Исаии сам пророк увидел Бога? Но в то время он считался праведником. Но когда он увидел славу Божию, он упал на лицо свое и сказал, «Горе мне! Я окружен людьми с нечистыми губами». Он понял, что все человечество осквернено по сравнению со святым Богом. Никто не отправляется к Богу за то, что Он хороший человек. Кто-то подошел к Иисусу и сказал, «Учитель добрый». А Иисус ответил, «Почему ты называешь меня добрым? Только Бог добрый. Я пытаюсь сказать, что есть только один путь на небо через посредника, Мессию Иисуса». Иисус — это сам Бог, облаченный в человеческую плоть. Вот в чем красота спасения. Бог послал к нам с вами не ангела, а пришел Сам в человеческом теле. В Евангелии от Иоанна 1, главе 1 стихе сказано так. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». То есть Слово было с Богом, и Слово было Богом. А в Евангелии от Иоанна 1, главе в 14 стихе сказано так. «И Слово стало плотью и обитало с нами». То есть Сам Бог пришел к людям, Он принял форму человека, прожил идеальную жизнь, а потом, как невиновный человек, умер на кресте за наши грехи, пролив свою кровь. Потом Он воскрес, поднялся на небо и стал посредником между Богом и человеком. Но какой же Он посредник? Давайте откроем послание к евреям, чтобы лучше узнать об этом принципе посредничества, который был исполнен Иисусом. Я буду читать из 9 главы послания к евреям. Тут сказано, «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшей скинией, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со Своей кровью, однажды вошел в освятилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает искверненных, дабы чисто было тело, то кальми пачи кровь Христа, который Духом Святым принес себя, непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому Он есть ходатай Нового Завета, то есть посредник». Здесь сказано, если мы верим в то, что Иисус именно такой, и что Он правда сделал все то, что говорит Писание, то это означает, что Его крови навсегда достаточно, чтобы убрать наши с вами грехи. Мы принимаем Его, зная, что Его жертва на кресте полностью заплатила за наши грехи. Когда мы принимаем Его, наши грехи удаляются от нас. Их больше нет. между нами и Богом нет больше преграды в виде греха. Писание говорит, когда мы верим в это, это очищает нашу совесть. Нам больше не нужно чувствовать вину, потому что мы уверены в том, что Иисус забрал наши грехи. Не нужно испытывать стыд и чувство вины, если вы верите, что Иисус именно тот, за кого Он себя выдает, и что Он и правда заплатил за наши грехи. Нам больше не нужно бояться Бога, потому что Иешуа избавил нас от наших грехов, чтобы мы могли смело и свободно наслаждаться любовью Отца. И все это не благодаря нашим праведным поступкам, а благодаря Его любви и милости по отношению к нам. Благодаря своей любви Бог возложил наши грехи на Иисуса. Послушайте, что сказано в 28 стихе. «Так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение». Итак, Христос пришел в первый раз, и нам нужно осознавать свою греховность, чтобы прийти к Нему и принять Его как нашего Мессию. А когда Он придет во второй раз, то с теми, кто уже принял Его, не будет никаких разговоров о грехе, потому что мы уже покаялись. Мы уже осознали свою греховность и пришли к Нему. Во второй раз Он придет к нам во славе, и мы сразу же перенесемся в рай, в полноту Царства Божьего. У нас есть великий Спаситель, великая надежда и великое ожидание нашего будущего в Нем. Иисус Христос – посредник между Богом и человеком. А когда мы с вами искренне посвящаем Ему свою жизнь, Он становится внимательным ко всем нашим нуждам. Библия учит нас смело приходить к престолу благодати, потому что Он заботится о нас, а еще Он способен сочувствовать нам в наших слабостях, потому что Он стал человеком из плоти и крови и знает, что такое быть обычным человеком. То есть Он ощутил все тонкости того, что значит быть человеком. И Он сочувствует нам и понимает наши трудности. А самое главное, Он поднялся на небеса и сейчас сидит рядом с Богом в величии и полной победе надо всем. И Иешуа сказал, «Дана Мне власть, вся власть на земле и на небе. Я с вами навсегда, до самого конца». Дорогие друзья, продолжайте следовать за Ним, продолжайте любить Его. Он приготовил для вас много прекрасного и вас ожидает то, чего вы даже представить себе не могли. Шалом! Я на Масличной горе. Завершим передачу благословением. Бог сказал, чтобы мы благословляли им Его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом Его, и тогда Он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Субтитры создавал DimaTorzok и 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 пусть Бог-Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. В следующем выпуске программы «Узнавая еврейского Иисуса» Равин Кёрдж Шнайдер исследует библейскую концепцию о посреднике между Богом и человеком. Продолжение следует... И благодаря вашей поддержке, служение, узнавая еврейского Иисуса, сможет достичь мест, которые мы не смогли бы достичь без вашего участия. Вместе мы производим перемены и готовим путь для возвращения Царя Иисуса. Интересно, что сам Бог, пришедший во плоти, наблюдал за тем, как люди отвечали на призыв любви и приносили жертвы и приношения. И сейчас Он также наблюдает за нами. Ему важно увидеть, насколько жертвенные мы с вами сегодня. Мы должны, как подобает, почитать Господа тем имуществом, какое Он нам доверил. Если для того, чтобы вас наставлять и питать, Бог использует служение, узнавая еврейского Иисуса, то будет по-библейски правильно почтить Бога своими финансами, пожертвовав в наше служение. Я прошу вас сделать это, если Дух Святой побуждает вас к этому, если Он стучит в двери вашего сердца, чтобы вы почтили Его через наше служение. Просто будьте послушны Ему. Бог всегда вознаграждает послушных. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасения в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 453-7. На Земле многие из нас верны Господу в финансах. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Курта Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на Ютубе. Равин является евреем, верующим в Мессию Иисуса. Вы получите откровение сегодня для вашего лучшего завтра. Посетите Ютуб сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Иисус родился иудеем, жил иудеем и умер иудеем. Его первые последователи были иудеи, но все же христианство и иудаизм разделены. Раскопайте исторические факты, стоящие за этим великим разделением, с помощью новой книги Курта Шнайдера «Лев Иудин». Равин говорит о том, что две религии, которые поклоняются тому же Богу, идут разными путями. Но однажды христианство и иудаизм объединятся под знаменем Мессии и Иешуа. Узнайте, как соединены между собой Ветхий и Новый Завет, и как Иисус совершает иудаизм.